фильм фильмом а реклама рекламой спонсор сегодняшнего нашего ролика самый крупный интернет-магазин любимый василек вот именно с любимой до этого наш кот спал на подушках наполненных чем они наполнены были шерстью туркменских верблюдов теперь мы будем спать на подушках наполненных пером пухом сибирского гуся почувствую себя настоящим сибиряком в общем интернет-магазин любимый василек самый крупный интернет-магазин который занимается текстилем то есть у них есть все у нас уже одна комната полностью забита посылками с любимого селька любимый василек мы тебя любим ссылочка в описании ролика всем доброе узбекское утро только что прилетел самарканд в аэропорт встретил меня заршит федя и фазик в общем по дороге шахрисабс по дороге в шахрисабс так как я прилетел у меня опять есть три дня три дня я гость федя любит когда три дня гость а что значит гость ведь михман михман все михман это все узбекистане это святое в общем остановились уже на спуске китову но к шахрисабсу ближе в таком местечке воды здесь уже стало меньше раньше было побольше когда я уезжал сейчас воды меньше меньше так как раннее утро сейчас здесь идет уборка ты скучал плакал сколько сколько раз ты была каждый плакал да и на самом деле здесь реально красивое место просто тут после я так понимаю ночных посиделок уборка идет богатом накрывает стол увидел арбузы здесь они видно днем охлаждаются на реальным по арбузам соскучился ужас как в общем пока там накрывают покажу как все это выглядит ночные посиделки полтора месяца назад здесь намного было больше воды было прикольно здесь прям такие сильные ручей текает но все равно здесь прохладно и хорошо в конце края этим стало мне все где-то там все заканчивать это на что за дерево какое-то дерево с вашего позволения друзья ну какой-то розовенький да ну не то не сильно сладкий такой прикольно сочно я об арбузе больше всего мечтал не никакие другие фрукты а вот именно арбуз хотел я к дыням так принципе отношусь нейтрально вот арбуз для меня это столу подали лепешку но и грели да она прям хрустит смотри такая хрустящая и и потыр греть надо и потырчик утро начинается низ кофе я приехал 5 утра всю ночь не спал самолете потому что нереально было уснуть я не могу очередь самолетах спать очень тяжело поэтому 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 и пацаны тоже не спали получается всю ночь они по самарканду катались не встретил принесли салат с катаком вот честно первый раз вижу такое исполнение первый раз вот реально зелень лука и посмотри как-то нарезано интересно да такое ощущение что его с руки резали то есть он лишь все куски кусочки разные за встречу до встречи и за то чтобы эти встречи были частыми ну наверно на вкус мне кажется ну я не особо знаток водок по мне одинаково вкусный салат зелень такая базилик базилик вкусно дает вот что когда трава и знаменитая лапша почему-то на перевале все любят заказывают лапшу она самодельная досмотрю чтобы не уронить самодельную мелко-мелко нарезаны пробуем лапшу не очень горячий остыл и такая блин не жирная такая ну хотел сказать постенькая тут кусочки это вкусно с лапшой заморачиваются да так мелко нарезать вот лапша муха от мяса и фрикадельки морковка по-крупному зелень вкусненько но по мне чуть-чуть перчинка не хватает и нему погорячается тост от феде чтобы когда из россии коз придет обязательно да между прочим я этот раз приехал у меня пол чемодана водки то есть знакомые постоянно ну заказывать россии вот подарок в таможне на когда они там смотрят думают алкаш какой-то уборка идет полным ходом не успел заснять кадр а он даже воробьи меня приветствует друзья воробьи майнушки все нас приветствую дать это конечно жанец и знает волок динец приехал да да ты знает у заши до аппетит не пропал за полтора месяца вот и надеть я салаты в общем в горах очень неплохо посидеть в жаркие летние дни но ценник здесь завышен процент на 23 до 23 с чем выше чем там в городе в горах конечно да вот эти ручейки прохлада но что меня не радует то что вот я уже сколько здесь катаюсь с каждым годом все больше и больше кафешек появляется в горах то есть это конечно не радует потому что горы превращаются в какой-то проходной двор то есть было там я не помню штук на 56 кафешек таких крупных сейчас уже почти все горы весь перевал этих кафешках ну это не есть хорошо конечно то есть бизнес бизнесом экологии экология но я думаю что это все остановится когда надзорные органы все это дело увидят главное блюдо этого заведения это заведение слайд со своим джизом джиз могут джиз из баранины смотрите даже выглядит аппетитно вот это возьму на косточки может можно вы не против друзья давай а также картошка и лук маринованный не маринованная сбрызнутый сверху луксом здесь сколько килограмм килограмм а сколько стоит здесь килограмм джиза 130 килограмм джиза стоит 130 тысяч это в рублях тысяч рублей или в долларах 13 долларов а картошка ну картошка картошка недорого 12 долларов килограмм джиза ну да цены растут все думают что узбекистан это ну вот мои знакомые думают что узбекистан это какой-то афганистан но это далеко уже не так на это я всегда приезжаю в россию сравнил узбекистан очень быстро узбекистан развивается очень быстро цепляет здесь все то есть ну много узбеков за границей работают все сюда тащат наш как бурсуки в нору все то что до опыт деньги все точно это есть хорошо в принципе то речки пошли наверх большая компания толстый зашит давай образован мы уже было до встречи да очень хорошие приятные узбекская но на русском ну каким-то мудрости узбекские все мы поняли это добро пожаловать так как наши блоги практически вся еде сейчас мы будем показывать как зашит опиши вкус этого блюда я сейчас опишу нет ты знаешь ведь давай давай ты я я заключение не давай я заключение сделала я уже чувствую что это очень вкусно давай сейчас кажется вкусно срочно сто процентов нежно нежно по приправам как тушенка бедная моя печень но это стоит того мясо мягкое сразу видно нежно и вкусно баранина и баранина именно со вкусом узбекистана потому что наша баранина она отличается по вкусу вот эта баранина такой у нее специфический аромат и вот когда говорят курдюк там пахнет воняет такого нету это реально вкусно я всегда стараюсь говорить правду хвалить вещь как говорит только как она есть она реально вкусно баранина станет очень вкусно полтора месяца не елду фархо таки ну давайте опишите вкус я один слов не буду ничего не говорит слова нету ты можешь позволяю реально реально вот вообще не вкусный джизда ладо это отвалится я вот пробую да отвалится о даже печень из блин ну нужно всегда уметь признавать правду то что никогда даже врагу если в твой враг делает хорошо нужно это всегда уметь признать дофель то есть здесь здесь вкусно готовит до вкусно готовит но цены с каждым годом становятся такие не демократичные в узбекистане то есть ценник прямо растет не по на глазах здесь сейчас самое дешевое на это овощи сезонные там фрукты какие-то все остальное мясо дороже чем в россии стоит тебя поставил отвалится до фида никто не сомневается что это очень вкусно до прохлад блин как мороженое только мясное которое тает вкусно как же я скучал по этому всему до заши на пока меня не было за полтора месяца у феди столько новостей то есть следующий ролик у нас будет новости хроник хроника хроника будет называться новости ой хроника рубрика хроника скажи как там бай 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 так на бай 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 то есть если ты говоришь бай то это как мне федя объяснял это признает не отдавать вот сейчас не спрыгивай с темы короче если ты говоришь слово бай или вай бай 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 это типа ты говоришь что это типа колхозники так говоря да ну не город не отдать не грубо не грубо короче не это не городские так никогда не будут нахваливать еду ведь ты об меня руки вытираешь был то есть ну бай 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 да то есть вкусно вкусно и либо есть какой-то период заршит не изменился то есть когда я уезжал он так но он похудел сейчас опять набрал вес ну блин такой идея он два месяца спортом заниматься каким белого бороза борьба борьба узбекская сидим мы значит сидим и тут так все зашумело и видите оказывается там включили насос и вода пошла быстрее и все водопады заработали несмотря на то что время вот столько но это московское время так это 6 часов получается здесь 8 утра уже народу много ведь что у тебя хорошего за полтора месяца произошло в жизни работают тебя ждали вот то есть ты меня ждал работе и тебя без тебе скучно был зашит меня короче скармливать подкладывает мне мясо и хлеб стоян все хватит я сказал все песку и ты скучал по мне сок 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 фильм как ты относишься к хейтерам которые тебе пишут там вот всякие гадости федя ты там не тот и не то пожелаем просто добра всем до всего самого хорошего главное сердце чистого я все есть что-то федя если тебе плюют спину если тебе плюют спину знает впереди если тебе копают яму я забыл дальше отдать там еще несколько три фразы весь обратно конца я еду там если тебе плюнули на голову чё там дальше продолжу фраза ну я не знаю так ведь если плюнули на голову продолжу фразу хитро продолжу вытрию дубль 2 шутка если плюнули на голову фетя что сделал то все что что плюнули слюну повторно это что есть здесь горах и шаг подышать что возьмем и скинем на того кто плюнул здесь сколько я рынке я рынке о полкила полкилограмма в сыром виде все рахмат чупанча поехал на стол и вот на этом моменте мы закончим сегодняшний день наше видео так как все уставшиеся не выспавшись давать ведь сочно вкусно айрана сейчас его только чтобы рову реально вкусный жирный отдает базиликом там чуть-чуть укропа твой любимый напиток летний скажи всем пока и Продолжение следует...